Приветствую вас. Первым шагом к тому, чтобы сохранить семью, будет озвучивание тех усилий, которые вы готовы совершить. Те действия, которые вы готовы реализовать для того, чтобы сохранить семью, значит, это первое, то есть, вот я Владимир, мне 39 лет, что я готов сделать для того, чтобы в моей семье все было хорошо, ну и, соответственно, готов ли. Вот. Смотрите. А вы уходите от своей супруги. Вы уходите от нее. Не просто так. Вы уходите от нее к другой женщине. То есть, имеется в виду здесь, что вы, не закончив одни отношения, переходите в отношения другие. И это первый звоночек. Раз ушли от своей жены, значит, что-то не понравилось. Как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонид Ильич, были там какие-то проблемы. Значит. Дальше. Нет эмпатии к жене. То есть, есть акцент на себе, на том, что я испытываю. От того, что она вот там целовалась с вашим партнером по бизнесу, да. Есть ощущение того, что я испытываю. То есть, вы. Но нет понимания того, что испытывает она. То есть, это опять же эгоизм. Это опять же эгоизм. Но эгоизм не в том смысле слова, что все для себя, да. Хочу, чтобы вы правильно меня поняли. А эгоизм здесь в том смысле, что неудачи, неудачи и достижения свои вы воспринимаете только как следствие своих каких-то действий. То есть, например, что жена вот совершила то, что совершила из-за вас. Нет. Не из-за вас. Не только из-за вас. Она совершила это, потому что ей было плохо. Вот. Ей было плохо. Но вы до конца этого не понимаете, потому что вы завязаны на себе, на своих чувствах, на своих конфликтах. Да? Дальше. Значит, я ушел из отношения с женой к другой женщине. Почему вы ушли к другой женщине, а не просто ушли от жены? Какие были проблемы у вас там? А потом вернулся в них спустя месяц. И вы думаете, что это вот так вот можно уходить из отношений, возвращаться в отношения? Вы думаете, что это нормально? А, так делать. А, дальше. Узнал, что в тот момент, когда меня не было рядом, моя жена попала пожалеть ее моего друга и партнера по бизнесу, который хотел не только пожалеть. И она практически с ее слов подала в ситуацию, но ничего кроме поцелуев не произошло. Я не могу ее простить. Владимир, простите, а ничего, что вы сами были с другой женщиной месяц, и я думаю, что вы с той женщиной не только целовались. Поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, получается, что тот факт, что ваша жена простила вам многократную измену, это нормально, а то, что она поцеловалась, находясь в порыве чувств, в аффекте с другим мужчиной, при этом у нее ничего с ним более серьезного не было, это уже не нормально. Точнее, не так. Это вас задело. Это вас задевает. Да, но вы же не можете простить, потому что вас это задело. И потому что вы не можете понять ее. Вот. А понять вы ее не можете по той простой причине, что у вас нет для этого ресурса. А ресурса для этого нет, потому что вы раздираемы внутренними противоречиями, которые у вас имеют место быть. Вот. Дальше. Вот уже полгода я варюсь в руковерстве негативных мыслей по поводу этой ситуации, не в состоянии с ней справиться. Ну, я полагаю, что одна из основных проблем ваших и заключается в том, что вы пытаетесь с ситуацией справиться. На самом же деле, с ситуацией справляться не нужно. На самом деле. Нужно, наоборот, позволить вашим чувствам, негативным эмоциям раскрыть себя. Так. Озвучьте их. Озвучьте. Озвучьте эти негативные эмоции. Какие они? Что они из себя представляют? Выплесните их. Проанализируйте их. Вот вы говорите, например, что я не могу простить свою жену. Значит, по вашему мнению, она должна была вести себя по-другому. То есть вы от нее ушли к другой женщине. Она, соответственно, не зная, вернетесь вы или нет, да, и вообще чувствуя себя покинутой, просто-напросто поддалась порыву, значит, ну, побыть слабой и так далее. Это нормально. Особенно если учесть, что вы сами в это время были другим партнером. Но при этом вы продолжаете утверждать, что ваша жена не должна была так поступать. А при этом вы продолжаете утверждать, что ваша жена должна была поступить иначе. То есть вы продолжаете утверждать, что ваша жена не должна была, ну, совершать тех действий. И вот именно, именно тот факт, что вы говорите, что она не должна была совершать этих действий. Именно в этот момент вы становитесь для нее родителем. То есть вы следуете каким-то своим догмам, которые у вас есть. Эти догмы, вероятно, подавляют вас и не позволяют вам же свои желания, которые есть у вас, реализовывать, вследствие чего вы уходите от своей семьи к другой женщине, а потом возвращаетесь обратно. Вот. Ибо, ну, правда, если вы не верны своей жене, то вот с какой стати можно ожидать, что она будет верна вам. Могла бы и изменить вам на зло, но не сделала этого. Вы ей благополучны должны быть. Но в вас говорит голос родителей, что она должна была поступить иначе. И, и, это не только это. И вместе с тем вы чувствуете себя содетым. Вместе с тем вы чувствуете себя уязвленным. Вместе с тем вы чувствуете себя оскверненным, может быть. То есть для вас получается, что, видимо, секс, да, это что-то плохое. Секс – это что-то грязное. Секс – это что-то запретное. Возможно, именно это вас и привлекает другой женщине. Именно поэтому вы ушли от жены к ней. Кстати, вот здесь тоже нужно было бы разобраться все, почему ушли с другой женщины. Вы пишите. Моя жена простил меня за мой поступок. С моей стороны нет доверия и осознания, что я являлся триггером для ее поступка. А что есть? С вашей стороны нет доверия и осознания, что я являлся триггером для ее поступка. А что есть? Какое понимание есть? Какое представление есть? Откуда оно, это представление, берется? Подвергаете ли вы его критике? Понимаете ли вы, на что вы опираетесь? При своей текущей точке зрения. Хотелось бы сохранить семью. Для чего, Владимир? Для чего? Для дочерей? Не получится. Потому что для детей сохранять семью нельзя, дети от этого будут еще только больше страдать. Только если вы свою жену любите, только если у вас есть нечувство, вы способны ее принять, а приняв, способны простить. Ну и естественно работа над собой тоже важна, в зависимости от того, что для вас это означает. То есть, знаете, если речь о предательстве, например, да, то вообще вот с моральной точки зрения, да, обратитесь к моральным ценностям, вот с моральной точки зрения, насколько вы имеете, допустим, право ее не доверять. Ведь вы, по сути, бросили ее и ушли к другой женщине, да, то есть, насколько вот моральные, ну, насколько моральные догмы позволяют вам так себя вести, насколько это убираются ваши моральные принципы, то есть, ну, насколько, насколько это все правомерно, с точки зрения морали. Ну, ваши морали, ваши, ваши морали, конечно, конечно, да. Дальше, дальше, вы пишете, негативные эмоции и мысли в моей голове мешают мне быть адекватным. Мысли и эмоции нужно исследовать, я не могу нормально жить с твоей женой. Ага, она, вот начните с этого, она, каково ей жить с вами, знаю, что вы месяц жили, жили с другой женщиной и спали с ней, да, и все остальное. Понимаете? То есть, вас, опять же, вас сейчас говорит ребенок, внутренний ребенок, который боится, которого, вероятно, предали, я так думаю, да? Вот, которого, вероятно, предали, но этот внутренний ребенок ваш не ценил того факта, когда рядом с ним была любимая женщина, он, ваш ребенок, ее не ценил. Он, ваш ребенок, напротив ее оттолкнул. Так чего же хочет ваш ребенок? Знаете? Я все время вижу на своем месте своего друга, который желал мою жену. Ну, а вы, опять же, Владимир, желали другую женщину, и что, почему-то жена не видит вот вместо себя ее. Почему? Потому что она более уверена в себе, чем вы. Вы в себе не уверены, вы сомневаетесь в своей, возможно, мужественности. Возможно, вы не чувствуете себя таковым за своей женой. Вот, возможно, ну, у вас с вашей женой отношения складываются так, что она подавляет сознательно или бессознательно. Ну, скорее всего, бессознательно, подавляет ваша либидо, вот, и вы не чувствуете себя с ней мужчиной. Для чего вы, собственно говоря, и изменили ей с другой женщиной, да, для чего вы, собственно, от нее ушли. Ну, вообще, это надо анализировать, конечно, почему вы от нее ушли, потому что это едва ли не главный аспект, едва ли не главный ключ проблемы, потому что я полагаю, что ваши чувства, которые вы испытываете сейчас, они напрямую связаны вот с этим. Дальше, мне снятся сны, как он ее жалеет. Ну, то есть, это, опять же, это вам подсказывает, вот, в основном, то, что, в основном, вам подсказывает, что вы никто, что вы ничего не знаете для нее, что вас легко заменить. То есть, это, грубо говоря, отсутствие своей значимости. То есть, у вас проблемы со своей значимостью. Возможно, бизнес не очень хорошо идет, возможно, кто-то еще. В самом начале, как только я узнал об этой ситуации, а произошло это через две недели, после моего прощения с женой и моего возвращения с семью, были мысли о суициде. Смотрите, вот это вот детская, детская модель поведения, поведение. Да, то есть, вы с дами бросили свою семью. А вы, давайте будем так говорить, свою жену, жену, вы бросили свою жену. Вы ушли от нее к другой женщине, вот. И считаете, или считали, или считаете, что она должна была себя хранить для вас. Ждать, когда вы вернетесь. Так получается, Владимир. Вы просто подумайте об этом. Расширьте немножко свой кругозор. Как это все выглядит, вот, ну, со стороны, да? Как это все выглядит со стороны наблюдателя? С вами человек, который не вовлечен в игры, не вовлечен в ваши проблемы и так далее. А может быть, может быть вы совместно хотели уйти от своей жены, да? Чтобы она изменила вам и вы могли чувствовать себя плохо. Потому что это в большей степени соответствует вам, нежели чем, когда вам, например, хорошо. Может такая история быть? Вполне. Сейчас не пью еще пятьдесят шесть дней. Легче не стало. Тупик. Ну, легче не станет до тех пор, пока вы не начнете разбираться с собой. Это первое. Второе. Психологическая игра, которая так и называется, тупик, нуждается в том, чтобы вы ее изучили. Уверен, какие-то вещи вам станут понятны. Как мне видится, как мне видится ситуация, ситуация выглядит так. Семья для вас имеет некое сакральное, социальное, родительское значение. Семья для вас имеет гораздо большее значение, чем она должна бы иметь для человека, который, ну, активно реализует себя, активно развивается, активно двигается вперед. Семья для вас имеет слишком завышенное, на мой взгляд, значение, и это значение, конечно же, не может быть, ну, не может быть чем-то случайным. Скорее всего, значение семьи идеализируется вашими, вашими установками. Например, тем фактом, той мыслью, допустим, что у меня обязательно должна быть семья, и в ней должна быть обязательно жена, которая обязательно должна быть мне верной и так далее. Собственно, вы выбирали себе, наверное, семью, исходя из этой установки, что у меня должна быть семья, что эта семья, она будет меня поддерживать, что она дает мне социальный статус. Короче говоря, короче говоря, мне представляется так, что семья для вас это своего рода инструмент социального статуса. Вот. Которые вы заняли в определенный момент и заняв перестали ценить. И, возможно, и не перестали ценить, но просто ваши желания, которые, естественно, не реализовывались с этой семьей, ведь семья была создана скорее по расчету, ваши желания давали о себе знать. Не исключено, что свою жену вы любили, но ваша реакция на проблемы, ваше поведение при проблемах, ваше отношение с проблемами позволяет говорить об определенной степени несвободы. То есть вы не свободны в отношениях с семьей, в семье. Вот вы говорите, что мне нужно сохранить семью ради дочерей. Не ради дочерей, но надо сохранять семью, Владимир. Ради себя нужно сохранять отношения. Ради, возможно, женщины, которую вы любите, надо хранять семью. Но не ради дочерей. Дети не оценят такую жертву с вашей стороны. И дети никогда не смогут расплатиться с вами за то, что вы для них сделали. И я понимаю, вы скажете, что я от них ничего не требую, возможно. Возможно так. Но не стоит забывать, что дети, особенно если это маленькие дети, ну, то есть там, не подростки, а до подросткового возраста, вот. Дети, они будут думать, что все это из-за них будут испытывать чувство вины, вот. Я уже молчу о том, что атмосфера, вот вы говорите, что ходите за границу семью ради дочерей, а какого дочерям наблюдать, как вы пьете, например. Или как у вас напряженные отношения с женой. Почему вас это не волнует? То есть, согласитесь, получаются какие-то двойные стандарты, да. Ну, как и всегда бывает, когда люди пытаются подменить понятия. То есть, дети, дети, ни при чем. Если вы есть жена, есть тот, кто вы хотите по отношению к ней, есть тот, кто вы хотите по отношению к тебе. Вот это все отнесите и все. И все, больше ничего не нужно, на самом деле. А дети, детям будет лучше, если вам будет хорошо. И не важно, вместе вы будете или нет. Но, опять же, важен мотив сохранения семьи ради детей. Это. Вот. Ну и примечательно, что вы не задаете вопрос свой. То есть, ситуацию вы описали, ситуацию вы рассказали, а вопрос своего вы не задаете. Что делать хотите? Как? Не описали. Знаете, правильный вопрос, правильный вопрос. Это ведь половина дела. Подумайте, как можно было бы сформировать вопрос? Ну, например. 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 Вопрос звучит так. Я хочу сохранить семью. Как сохранить семью? Это неправильный вопрос. Потому что в семье сохраняют двое людей. Да? Второй вопрос. Как мне, например, жить свободно? Да? То есть, как мне не ревновать? Или как мне меньше ревновать? Вот. Или запрос, запрос еще один. Выяснить, почему меня так заделось, что жена целовалась с другом и почему я представляю этого друга во сне. Вот. Так что задуматься о суициде. Или запрос, может быть, снизить значение семьи. Или определить значение семьи. Для меня. Для меня значение семьи. Для вас-то больше. Вот. То есть, подумайте над этими запросами. С каким запросом вы могли бы обратиться к психологу. Да? И исходя из этого, уже можно будет что-то реально делать. Не обязательно формировать все запросы сразу. Но все запросы можно проработать. Если есть желание. Поэтому это нужно иметь в виду. А пока то, что вы написали, это выглядит так. У меня проблема. Я не знаю, как ее решить. Если честно, я и не готов ее решать. Ну, я обращаюсь к психологам. Вот. Расскажу им о своей ситуации. И, ну, почитаю, почитаю их ответы. Да? То есть, посмотрю, что они мне скажут. И уже будут думать, как и тогда. Что с этим делать? Ну, это, это не та позиция, это не та позиция, которую можно назвать конструктивной. Потому что она, к сожалению, предполагает, что вы в любой момент дадите задний ход. В любой момент, ну, в любой момент дадите обратную. Что это, вот, не понравится вам это, и все. Или не так вас поняли, не так интерпретировали то, что вы сказать хотели. Ну, или, или что-то вроде того. Вот. Поэтому начните с обращения к своим желаниям. Чего вы хотите вообще для себя. Чисто, как и ваш желание. Начните с обращения к своей, значит, системе ценностей. Начните с размышлений о своей жене, да, то есть, какова ей эмпатия. И начните с постановки запроса к психологу, ну, собственно, над которым вы могли бы работать. Ну, я полагаю так. Да и тупик сразу, моментально перестанет быть тупиком. Вот. Потому что вы выйдете за пределы, эм... Расширите границы своего восприятия. Повысите. Повысите, как говорят, когнитивную сложность. Вот. Ну, и про игру обязательно. Почитайте. Про игру обязательно. Тупик. Почитайте. Чем она выгодна. То есть, вот. Правильно, опять же, вам коллега Кудрячев Игорь Леонидович написал, что защитный механизм у вас плохо в семье. Вы туда возвращаетесь. Защитный механизм не позволяет вам принять жену. Почему? Потому что у любого защитного механизма есть позитивное подкрепление. Без позитивного подкрепления, ну, естественно, отбор вспоминаем, без позитивного подкрепления ни одна реакция сознания не будет работать. Вот. Есть только те подкрепления, которые получают обратную связь и обратную связь положительную. Это означает, что вам нужно увидеть выгоду от того, как вы себя сейчас чувствуете. Что вы получили? Для чего вы получили возможность? Возможность чего вы получили, что в другой, в другой ситуации, например, в ситуации, когда у вас с женой все было бы хорошо, вы бы, ну, не знаю, никогда бы этого, например, не сделали бы. Вот. То есть, подумайте, подумайте тоже на эту тему. Вот. Чего бы вы, чего бы вы никогда не сделали, если бы ситуация с женой у вас была бы хорошей. Ну, нормальной. Да. Вот. И вот это вот и будет являться вашей выгодой. Которую, да, вы не всегда осознаете. Которая, да, не всегда неприятна, но она, она есть. Она есть. И лучше, если вы ее примете. Вот. Ну, как мне, как мне кажется, что здесь у вас борются догмы и желания. Вот. А про сроки взрослого нет. Вот. Вот. Собственно, над вызволением и освободением взрослого я и предлагаю вам поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.